Кит погружается в воду, а потом выныривает. Сотрудники спасательного отряда пытаются догнать животное. Однако оно быстро уплывает и не позволяет себе помочь. По словам специалиста по морским млекопитающим Анастасии Куницы, Станислав, так назвали кита туристы, оказался энергичным. Кит, на удивление, очень бодрый. И это то, что как раз усложняет нашу работу. Мы не видим какого-то очень быстрого ухудшения его здоровья. Но, безусловно, эта веревка рано или поздно станет угрожать его жизни. И, конечно же, ее надо снимать. Сотрудник группы помощи морским животным «Друзья океана» Павел Ткаченко рассказал, что им удалось утомить и замедлить Станислава. Гонялись мы порядка трех часов за китом. Даже не знаю, кто из нас больше кого утомил, потому что, отслеживая потом нашу работу, кит тоже подустал. Но он в своей среде, а мы у него в гостях. Поэтому, конечно, ему было проще все это сделать. Руководитель «Друзья океана» Вячеслав Козлов добавил, что сейчас команда пытается предугадать, где кит может всплыть и, наконец, снять веревку с животного. По сообщению руководителя Росприроднадзора Светланы Родионовой, губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично руководит штабом по спасению кита. Содействие спасателям также оказывает Кольская горно-металлургическая компания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова